коллеги здравствуйте еще одно интервью в рамках ретел экспедиции рядом со мной сейчас дмитрий алексеев сооснователь торговой сети днс и в целом днс у вас не только торговая сеть которая всем известна здравствуйте здравствуйте давайте на старте понятно что многие знают сети но хотелось бы еще раз обозначить масштабы компании что в нее входит что именно делаете сколько магазинов сейчас сети вот прям на конкретный момент мы находимся в ноябре 2022 ну в принципе говоря донессе надо говорить о розничной сети электроники бытовой техники и в принципе на это можно заканчивать потому что собственно это и основной бизнес есть на все остальное это дополнительно сейчас это примерно 2 700 магазинов ну там плюс-минус не закрываются открываются переезжают что там еще у нас большой оборот и много людей а сколько людей с работы компании но порядок наверное вот этом с кем считают ну там 25 тысяч 25 тысяч такой серьезный работодатель наш вы начинали работать на этом рынке 20 лет назад и надо понимать что за это время сильно поменялся российский ритейл вот что вы как основатель вы как человек бизнесмен вот все эти 20 лет можете отметить какие ключевые изменения на рынке могли бы отметить особенно до последних там пары лет когда у нас то глобально все стало меняться из-за пандемии других событий вот какие-то ключевые моменты с которыми ничего особо не поменялось очень поменялось ну смотрите во первых надо об этом когда говорит то надо понимать что за последние там 30 лет собственно из нуля создалась большая потребительская отрасль то есть в советском союзе потребление как такого ну по особенно по нынешним меркам просто не было и она все с нуля создалась и мне кажется что прогрессом во-первых шел все это время более-менее ровно и он этот прогресс еще продолжается особенность наверное российского ритейла в целом заключается в том что создаваясь на новом на голом месте да с нуля он соответственно создавался сразу на довольно продвинутом уровне все вот на мой взгляд в ритейл в россии ну так скажем сложность теперь сказать что где-то есть более продвинутый как отрасль и нас например отличает то что вообще вот этот вот переход в цифровую экономику да в новую информационную эру во многом нам было проще сделать из-за того что не надо было перестраивать старые нагромождения никто не не работал там с информационных системах начиная там с мейн-фреймов и все уже перешли на какой то есть началось создание отрасли с какого-то уже довольно продвинутого уровня но вот то же самое бытовое воплощение всего этого что в россии можно не задумываясь подходить с телефоном или с карты оплачивать до недавнего времени можно было с любым телефон сейчас почти с любым можно было оплачено тем не менее это можно делать где угодно по всей территории страны и кто ездит по миру понимает что но очень мало где так это вот собственно тот самый следствие того что мы стартовали с нуля и довольно быстро вышли на период передовые позиции с точки зрения какого-то вот вехи сказать мне кажется довольно плавный процесс эволюции розницы просто она у нас идет быстро но я на самом деле в какой-то мере с вас действительно поддерживаю этом спич потому как сейчас ритейл экспедиция которому вот в рамках который мы сейчас как раз работаем позволяет нам показать действительно насколько российский ритейл современен во всех своих проявлениях и это конечно удивительно понимать какой короткий период времени быстро стартанули и многие вещи реализовали особенно приятно понимать сейчас на дальнем востоке и нахожу еще интересные вещи в части представления в магазине ровно того что я даже немножко ну вот так у нас на западе так вот про запад говорят это не всегда даже видно да не знаю по какой причине так получилось но здесь очень многие вещи реализованы вы говорили в одном из интервью что при выходе в регионы не конкурировали с другими игроками а приходили условно то место где не организована розница первую была сейчас ваш рынок достаточно консолидирована как вы можете оценить сложнее сейчас работать легче как можете здесь разница основная в том что почему собственно мы не конкурировали да потому что мы застали те прекрасные времена когда рынок в принципе потребление рос в стране очень много все 2000-е годы он рос вот так а на этом фоне цифровая часть ритейла росла еще быстрее и поэтому при таких темпах роста надо было не столько забирать у кого-то покупателя это бесполезная стратегия надо просто было работать фактически каждый раз на нового покупателя в этом отношении конечно было работать легче и конечно вот там по за последнее время когда и экономика и потребление в стране перестала расти то конечно же это нет это тяжелее делать потому что в этом ты сейчас можно представить как будто тебя каждая каждого нового покупателя тебя надо забрать у кого-то а раньше ты фактически не надо было ничего забирать просто каждый раз рождались какие-то новые покупатели им было все равно куда идти конечно это условное представление но тем не менее конечно же сейчас тяжелее последнее время так ну совсем надо об этом это же еще поговорим вот когда вы создавали свои первые магазины и потом как пришло развитие вы сразу в себе представляли когда и какой должен быть магазин до суту формат я даже сейчас не представляю как он должен меняйтесь каждый день ну да это эволюция постоянно подстраиваемся то есть мы потихоньку адаптировались от что же не происходило одномоментно это эволюция и я думаю что эта эволюция не остановилась единственное что конечно же ситуация на рынке она влияет на скорость и ситуация на рынке в целом она влияет на скорость этих процессов мы видим например что там в россии ну скажем вот сейчас там электроника и бытовая техника там чуть ли не самый укропненный рынок где эволюция там прошла быстрее в принципе в сотовом ритейле она шла еще быстрее но там как таковая отрасль схлопнулась она просто изменилась из-за того что задача по снабжению там миллионов россиян трубками она была решена вот надобность именно в такой форме рынка на как это быстро вспыхнула да и быстро погасла у нас вроде пока не собирается гаснуть поэтому мы сейчас находимся в той стадии эволюции где в общем-то ну похоже мы там чуть ли не быстрее чем весь остальной рынок потому что я вот там смотрю на другие рынка мы видим что например рынок там DIY да он как-то медленно развивался так что французы пришли и смогли своим форматом своим подходом к рынку быстро завоевать рынок такого практически не произошло практически ни в какой другой отрасли что касается что что так сказать самобытные сети в fmcg что там в аптеках что где еще кстати могу сказать что это не только в российском формате то есть если мы говорим например про игроков от зарубежных там типа волмарта карфора еще прочих они в принципе в какой-то мере сейчас все уходят даже из тех стран куда они приходили ровно потому что не везде их технология встала это особенно не только для нашего раздела на даже не только в технологии а в том что понимание рынка и понимание специфики по за счет чего развиваться но разное вот девай это получилось ну много ну опять же там икея была успешно когда тогда у нас на рынке сейчас много чем меняется ну да вот это вот изменения конечно они они есть есть говорить про формат то есть у вас сейчас от и до квадратным метром говорить вот сейчас скажем так вот изменения они скорее идут в том чтобы сжимать магазины или магазины перестраиваются их функции перестать но сейчас вообще еще одна трансформация да нам предстоит что нам надо теперь забывать о бренда и привыкать к другим это более значимая трансформация чем изменение формата нового изменения формата все лакошно будет ну да вот все что сейчас происходит в частности вот эти последние два года когда у нас там знаете вообще сплошные вызовы у нас по моему все время то есть у нас то кризис то еще чего то я на самом деле сколько и вот она она нормально же единственное что есть нормальные вызовы есть ненормальный есть вызова который хочется решать это созидательный труд есть вызовы которые не хочется решать ну вот сейчас одна тему все-таки взаимоотношений с поставщиком а вот то мы уже поговорить заикнулись на тему того что а брендов не был как некоторое время сколько времени будет не будет надо исходить из что это условно бесконечно. Скорее всего, это надолго. Как у вас сейчас обстоят ситуации с поставщиками и поставками? Возникают ли пустые полки? Если нет, то... Пустые полки, естественно, не будет никаких пустых полок. Просто товар на этих полках, он изменится. Скорее всего, большинство мировых брендов из России либо уже ушло, либо уйдет в ближайшем будущем. Соответственно, уровень сервиса доступности... Эти товары не пропадут, Apple не пропадет никуда, но понимаете, само качество, когда товар делают для российского рынка и когда его не делают для российского рынка, то сами потребительские свойства его, естественно, меняются. То есть, в принципе, сейчас будет все больше и больше очевидно, что тот же iPhone, он из очень удобного и практичного девайса для потребителя, он будет просто уже все больше превращаться в какой-то аксессуар, который будет не столько про удобство, сколько про... Бранд. Ну да, про позиционирование себя в какой-то группе, а я вот Apple покупаю. Да, это неудобно, но зато у меня Apple. Вы не можете теперь платить, вы потихоньку, я думаю, будете терять в различных... в различном функционале, который может давать. Вы не можете поставить приложение известных российских банков, например, и так далее. То есть, его функциональность, она теряется и будет продолжать дальше терять. То есть, поэтому вот уход их... То есть, мы привезти-то можем, мы продавать можем, но как ценность товара этого, того состояния, что было там в двадцатом году, когда выход новинок происходил по всему миру одномоментно, и что в Нью-Йорке, что в Лондоне, что в городе Ленске, появлялся почти одномоментно, да. Ну и не просто эта скорость появления, но еще и тот набор сервисов, который есть в нем, он был полноценный, идентичный. Может быть, это как раз вызов? Может быть, должен появиться DNS-фон? Нет, потому что, понимаете, в чем дело? Мы же не можем, мы не можем как бы взять и улететь в космос, да. То есть, мы, мы же, мы, мы действуем в той ситуации, которая есть. Мы можем быть, там, стараться чуть-чуть лучше. Точно так же, как в самой индустрии, да, в ритейле, вы же видите, что оно, развитие происходит не так, что кто-то раз и улетел там в небеса. Это происходит эволюционно. То есть, та же конкуренция, она нам сильно помогает развиваться, потому что ты все равно, мы там, друг друга смотрим, у кого что-то удачнее получилось. И эволюционирует, как правило, целая отрасль. Если нет этой эволюции, то ты не можешь ее обогнать, отрасль сильно. Ты все равно, где-то примерно в этой отрасли, что, ну, мы по любому рынку так можем сказать. И для того, чтобы появился, появился DNS-фон, должна развиваться в целом отрасль, да. Мы ее не можем одни развить, то есть, один в поле не воин. Это должна развиваться индустрия. Мы, мы можем сделать какие-то шаги, да, и мы с точки зрения, там, свои, своих приват-лэблов, мы производство. Мы много производим и делаем, мы это умеем делать, но мы можем быть только вот в струе, к сожалению. Вот сейчас, если говорить про количество скаюг, который продается в ваших магазинах, ну, как можете сейчас вот рассказать, ну, сколько было, сколько может и так сократилось? Еще раз, оно, оно, конечно, немного деградирует, но не сильно. Понимаете, что просто спрос перераспределится. И, соответственно, ну, по брендам, возможно, да, мы не сможем поддерживать, ну, мы, наверное, все равно постараемся, да, поддерживать полный ассортимент. Но будут, ну, это прям совершенно разный сервис для покупателей, когда это мы делаем совместно с брендом или когда немножко наперекор судьбе. Поэтому просто будут перераспределяться ниши, будут больше продаваться приват-лэбл, будет больше продаваться, там, б-брендов и меньше а-брендов. Они останутся, просто смысла их покупать будет все меньше и меньше. Сейчас, ну, затронули уже тему собственной торговой марки. Сколько сейчас, ну, товаров продается под собственной торговой маркой? Ну, эта цифра, она плавает. Я думаю, что в пределах, там, 15-20 процентов она будет, и эта цифра будет расти. А команда, которая вообще занимается, то есть вот вы назвали, там, 25 тысяч человек, работающих в целом сети, а вот непосредственно офис, который... Вот все здесь? Ну да. И сколько здесь? Ну, у нас, в Владивостоке, примерно, у нас центральный офис, там, около тысячи человек. Это все управление, коммерция, закуп и так далее. Вообще, на самом деле, я сейчас, находясь здесь, во Владивостоке, я понимаю, насколько удивительная работа, находясь в 7-9 часовой разнице с большим количеством людей, вот деловой, бизнес-аудитории, да, вот именно операционно, насколько сложно, легко работать. Это прям отлично. То есть, понимаете, я, когда находишься в Москве, в той коммуникационной среде, как вы говорите, вообще непонятно, когда работать, там только и коммуницируешь. У вас то ритейл вик, то ритейл тех, то еще куда-то на сборы, то вендор организовал, то... То есть, когда работать, совершенно непонятно. У нас все понятно, то есть, есть время, время работать... Когда Москва не мешает. Пока все спят, да, время работать. Когда Москва там проснулась, а самая отважная рано просыпается, ну, значит, время коммуницировать. А, успели? Ну, успели, у нас чуть-чуть перекрывается, конечно. Где-то примерно, да, с 4 до 5, до 6. Да-да, я вас как раз готовлю. Есть 2 часа на коммуникации, и хватит, и больше не надо вообще. Да, в этом плане отдельно для себя отметила, когда готовилась именно вот к этой поездке, что вот прям, да-да, вот надо в 6 утра встать, чтобы успеть максимально захватить ваше время. Вот, в этом плане оказалось, ну, вот с точки зрения такого там присутствия, наиболее удобный город оказался Красноярск. Как раз находишься посередине, очень хорошо перекрывая. Население все-таки у нас живет основное в московском часовом поясе, да, поэтому здесь, наверное, вряд ли Красноярск сильно удобен в этом отношении, как раз. Ну, скажем так. А, кстати, вот к вопросу об этом, все-таки какие-то попытки или даже представления о перемене, ну, зачастую вот такой вопрос, что, начиная, например, в каком-то город, а в итоге, там, центральный войск, петконечку, переезжая, там, Москву или куда-то поближе. Были такие мысли? Были, но, слава богу, мы одумались, да, и не переехали. Ну, это где-то возможно было еще где-нибудь там, году в восьмом-девятом, наверное, еще можно было переехать. Не такой был большой офис, можно было. Сейчас уже это невозможно сделать. Да и, но и с тех пор, то есть понимание, что и не нужно этого делать. А хватает сотрудников для того, чтобы именно во Владивостоке было достаточно? Нет. Кадровый город, практически все мне говорят про кадровый голову. Слушайте, я самое, это в Москве эти кадры не ходят как по кругу, и все говорят о кадровом голоде, и все ходят по кругу туда-сюда, а тут как раз уже хорошо, тут некогда ходить, надо работать. Никакого кадрового голода нет особо. Не, ну, понимаете, он есть, он также там есть какой-то в отдельных специальностях, да, с айтишниками там сложновато, с программистами, они ходят сильнее. Ну, ничего страшного, ну, как ничего страшного, ну, это как раз нормальная проблема, которую можно решать. То есть, в принципе, говорить о том, что там в Москве какие-то особо качественные кадры, а в Владивостоке какие-то некачественные, этого точно нет. Люди... Вообще у нас в стране люди талантливые, и если им дать правильные условия и, так сказать, задействовать в работе, то все хорошо, в этом проблеме нет. Богата русская земля этими творческими и работоспособными людьми. У нас люди замечательные, поэтому тут нет, ну, а есть, конечно, какие-то там... Больше вопрос, конечно, к каким-то уже бытовым условиям, но это отдельная история. Чуть-чуть еще вернемся к ассортименту. Вот, готовясь к интервью, вы, как программист, начинали как раз с продажи, собственно, компьютеров, комплектующих, вот все тогда это прям активно, да? Сейчас с этим магазинов разнообразен, добавлено и аксессуары и прочее, прочее. Вот как формировался этот ассортимент? Просто как комплементарный и под влиянием каких факторов и как вы сейчас работаете? Все-таки вы будете пытаться там добрать, чтобы вот эту корзину... Смотрите, мы, соответственно, находились в потоке развития индустрии целого, да? То есть, так как индустрия развивалась одномоментно и с нуля, и развивалась она везде. Понимаете, вот в момент, когда, предположим, на развитых западных рынках появилась электроника, где-то там в конце 70-х, вот как класс товаров отдельно, то в этот момент уже существовала розница довольно развитая и большая, тот же там Walmart прекрасно ей торговал, те же всякие стиральные машинки и холодильники прекрасно торговал Home Depot и так далее. То есть, индустрия уже была. А у нас возникла розница одномоментно и поэтому она могла сегментироваться с нулевого уровня. Поэтому сначала было много сегментов, например, большие игроки рынка бытовой техники, которые были, им до наших компьютеров, которые надо там собирать, какие-то там сложности. Им просто было не до этого, лишь бы телевизоры вовремя в топку подкидывать. Это дало нам какую-то нишу, которую мы смогли развиться. Да мы-то, собственно, даже особо никогда и не собирались заниматься розницей, и уж точно не собирались заниматься холодильником. Просто эта эволюция к нам, к этому привела, потому что мы-то сначала занимались компьютерами, ну и потом так все, ну надо все, что имеет отношение к компьютерам. А потом оказалось, что у нас теперь все имеет отношение к компьютерам, и телефон или часы у вас на руке, они ничем не отличаются, они даже мощнее, чем те компьютеры, с которыми мы начинали, да, когда-то там 25 лет назад заниматься. То это просто эволюция, нам повезло, что все вокруг стало компьютерами. На нашей памяти, да, фотоаппараты все превратились в приставку компьютерами. Телефоны, да. Да, потом телефоны, все вокруг нас стало цифровое. И мы просто увидели, что вот этот вот сегмент, как сначала там сегментированный рынок, был там цифровой, был компьютерный, был бытовой, были там, были телефонные ритейлеры, да, отдельные. Он потом просто взял, укрупнился и слился в один рынок электроники и бытовой техники. И мы вот в нем, собственно, оказались. Просто вот прям за вами сейчас смотрю, дом-декор, кухня, строительство, ремонт, автотовары, аксессуары, офисы, сеть. Это все разделы вашего интернет-магазина. Это пережитки. Нет, ну, потому что есть подозрения, что поступь цифрового века и информационного века, он продолжается, и информационные технологии проникают все глубже и глубже, да. Мы не знаем, где это остановится, будет ли у нас одежда цифровой, будет ли у нас дом цифровым. Ну, дом, скорее всего, будет, а будет ли, там, не знаю, будут, например, станут ли шторы предметом декора или приставкой, опять же, к компьютеру, да, к умному дому, когда он будет их сам там открывать, закрывать и менять цвет. Может, тоже это не знаю. Если они будут такими, в принципе, уже сейчас есть прототипы, то, конечно же, они у нас будут. Ну, вот свет потихонечку становится весь умный. Скорее всего, там, домашняя электрика станет умным. Будут ли там смесители и унитазы умными, ну, тоже вопрос. Если это будет двигаться дальше, будет развиваться, значит, оно у нас появится. Тоже появится? Тут эволюция, ну, конечно. А вот я уже встречаю в Москве магазины, которые как раз максимально показывают умный дом. Ну, вы вот такие форматы видите для себя, какие-то специальные там? У нас в флагманских магазинах, у нас есть такие уголочки умного дома, мы стараемся тоже их представлять. Это пока еще не сильно структурированная область, она пока, ну, так же, как когда-то компьютеры тоже были элементом любительского такого, да, то есть так любителя требовали, да, и умный дом сейчас еще тоже требует энтузиаста и любителя, но это явно развивающаяся отрасль. Насколько она станет вот именно такой вот именно массово доступной ритейловой, ну, это вопрос еще. Либо она всегда будет требовать специалиста. Тут надо посмотреть, но уже сейчас есть прям эксперименты в эту сторону. Вот вы сейчас упомянули флагманские магазины, ну, буквально пару-тройку адресов, чтобы я точно их заглянула, посмотрела. Сходите в Москве в торговый центр «Мозаика», да? Мозаик, хорошо, галочка, посмотрим, заглянем туда. Хорошо, а вот насколько ассортимент универсален для регионов, да, то есть вот в какие регионы точно будет там максимальный ассортимент? Почти без разницы. Без разницы. То есть я, вот если у меня спросите какие-то, есть ли какие-то особенности в потреблении, я вам сходу не скажу. То есть люди, то есть вообще в целом, понимаете, чем характерен рынок, опять же, электроники и бытовой техники? Он довольно сильно глобализован. То есть если вы какую-нибудь ту же мебель, она может быть национальной, ее не так рационально возить по стране. Если продовольственный рынок тоже довольно сильно глобализован, то электроника, она требует на разработку больших инвестиций и даже по странам разница не очень большая. То есть, понимаете, айфоны продаются по всему миру. И разница в смартфонах по миру очень небольшая в предпочтениях. То есть это примерно одни и те же модели. Это глобальный рынок электроники и бытовой техники, он вообще в целом глобальный. И поэтому ожидать, что чем-то там Якутск будет отличаться от Воронежа, ну, может там обогреватели чуть больше будут продаваться. Так неоднократно же затронули айфоны, не айфоны. Вы сами айфоновод или андроидовод? Ну, я технайв, конечно, я с андроидом больше дружу. Тоже на андроиде попробовала работать на айфоне и поняла, что я не готова заниматься вот этими переливаниями карточек, когда нужно как-то определенным образом подключаться и в итоге осталось с тем, как есть. Ну и вот, чтобы завершить тему, скажем так, регионов, все-таки можете ли определиться те регионы, в которых явно сложнее развиваться? Россия, по большому счету, делится на Москву и всю остальную Россию. Внутри остальной России разница уже не такая большая, как между Россией и Москвой. Внутри остальной России разница есть некоторая между миллионниками и, опять же, остальной Россией. У нас чуть-чуть еще есть нюанс, что мы уж совсем-совсем в небольшие населенные пункты не можем залезть. Наш формат все-таки требует, чтобы хотя бы там, ну, желательно, там несколько десятков тысяч человек жил, чтобы мы там могли работать. Я точно знаю как минимум один объект, вернее, один город, где 5 тысяч. Есть такие города, да, где мы можем работать, но это, скорее всего, где-то рядышком просто есть тоже какие-то еще, где-то рядышком еще должны жить люди, чтобы это, чтобы было это как-то рентабельно. Для меня было как раз удивлением увидеть ДНС в городе Кирилл, в Вологодской области, в 130 километрах от Вологды областного населения. Я думаю, что это не самое большое удивление, потому что есть и более удивительные вещи. Да, мы с точки зрения, то есть мы работаем там, где живут люди, живут люди у нас по стране. Ну, это сейчас меняется, но это еще будет долго меняться. Понятно, что в Советском Союзе население старались поселить ровным слоем, чтобы нельзя было, чтобы увеличить количество ядерных боеголовок, которым можно будет всех накрыть. Людям, конечно, от этого дискомфортно, но с этим еще надо бороться долго. То есть как бы мы не считали, что Россия это Москва и Московская область, ну нет, потому что все-таки там живет 15% населения. Это все равно не так много. Люди живут у нас везде. Они потихонечку собираются в крупные города, и понятно, что Москва растет, Московская область растет еще сильнее, ну, в смысле, вместе Москва с Московской областью. Но это долгий процесс. Так что, да, можно будет и дальше встречать ДНС в самых разнообразных местах. Ну, слушайте, я могу так сказать, все-таки ритейл-экспедиция как раз в том числе была нацелена на то, чтобы показать, насколько разнообразный российский ритейл во всех регионах, во всех местах, где такое присутствие. Он развивается и укрупняется. Я думаю, что это прям тенденция последнего времени, что рынок будет укрупняться. То есть, сетевой ритейл, если, опять же, ничего у нас не произойдет нового, это та отрасль, которая хорошо поддается укрупнению. И он будет укрупняться, потому что большие сети могут обеспечить, как бы их ни ругали, они могут обеспечить совершенно все равно другой уровень сервисов для покупателей, сделать и товар доступней, и дешевле, и лучше, и так далее. Это тенденция, и она будет дальше продолжаться. Что касается открытий, вот открыть новую точку, не знаю, там, три ключевых фактора, что вы, да, принимаете решение об открытии. Да я понятия сейчас не имею, как они открываются. Раз, смотришь в базу, думаешь, открылись. То есть, ну, все уже, закрытие-открытие, это полностью на менеджменте, который там, как давно вы передали такие вопросы на решение менеджмента? Да, ну, совсем передал, но и центральный офис уже этим не занимается, ну, лет пять, я думаю, менее. На местах это виднее. То есть, на местах буквально там? Ну, там, а где же еще? То есть, получается, ну, вот, то есть, у вас есть территория? Слушайте, ну, понимаете, что из Владивостока, вот чем прелесть, опять же, вот мало кто, наверное, понимает этого, чем прелесть работы региональной такой компании, как для нас, особенно из Владивостока. Если вы работаете из Москвы, то вам кажется, что вы можете всем управлять. И мысли о том, что вот в городе, как вы видите, в Вологодской области? Город Кириллов. В городе Кириллов Вологодской области, вам, находясь в Москве, вам будет еще казаться, что вы можете принять решение открывать там магазин или не открывать. Находясь в Владивостоке, эти иллюзии проходят, даже не успев начаться. То есть, понятно, что никакой возможности принимать решение открывать в Кириллове или не открывать магазин, ну, нет. Поэтому приходится выстраивать довольно плоскую структуру с правильным делегированием полномочий, чтобы принимали эти решения не миллион каких-то начальников, а, собственно, люди, которые непосредственно понимают в этом и чувствуют, чего людям нужно, а чего не нужно. Но у вас структура, получается, что в каждом крупном городе... Нет, не в каждом. То есть, есть дивизионы, есть регионы, они, ну, они, да, примерно, сейчас примерно пропорциональны для того, чтобы работать на земле. Ну, и вот в связи с этими логистика, как логистика сейчас устроена и ключевые поинты изменения. Вот, например, мы вот так вот так росли потом... Это, кстати, наверное, один из моментов, что если комплектующие компьютеры, там, одна история про перевозки, когда у вас включились холодильники... Почти то же самое. То же самое? Ну, ничем принципиально это не меняется. Ну, да, в бытовой технике это более объемный товар, и там надо чуть-чуть больше заморачиваться логистикой. Ну, и, в принципе, у нас все равно были уже представления о том, что есть быстрый дорогой товар, то, что должно летать самолетом, то, что должно ездить в машине, то, что должно ездить поездом и так далее. То есть, в принципе, это, ну, как бы не очень... Самый западный РЦ? Не принципиально. Самый западный РЦ где? Не, ну... Ну, я понимаю, что их все-таки... Есть РЦ второго уровня в Калининграде, если самый западный. Ну, так, наверное, там, Питер, наверное, а сейчас на юге западный. Надо подумать. Ну, наверное, я пытаюсь сообразить, кто западнее, Ростов или Питер. Ну, так, условно, где-то в районе городов-миллионников где-то всегда есть РЦ, который позволяет... Ну, РЦ тяготеют. Смотрите, у нас распределительная система, она тоже разная, выстроена. Есть распределительные центры, которые заточены на точке входа, да, в страну товары. Ну, долгое время главной точкой входа, попадания товара в страну была Москва, как это ни странно, да. Ну, и Москва все равно у нас страна так организована, что с точки зрения логистических потоков все равно это основной центр. Но, тем не менее, у нас все равно есть какую-то часть входа через Дальний Восток, через Владивосток. У нас город Порт, да, и к Юго-Восточной Азии близко более-менее располагается. Сейчас актуальность повышается входа через Новороссийск, через оттуда. Но, в принципе, все равно и через Москву тоже, ну, большую часть страны все равно распределять через Москву удобнее. Но там дальше, соответственно, уже вступает логика с точки зрения транспортной доступности, потому что есть такие города, как Якутск, в которые не каждый божий день можно доехать, потому что моста все равно через Лену нет, там есть ледоход, ледостав, а также там есть Сахали, ну, то есть там Калининград, где логистика, то есть это логистическая система сложно выстроена. Она многоуровневая и распределенная. У нас примерно там под 40, наверное, складов разного уровня. А что касается вот сейчас, буквально вчера там общались с вашими коллегами во Владивостоке о том, что вот прям сейчас порт там по 2-3 недели не принимает контейнеры, ВОЗы, ну, подолгу стоят, ожидают приемки. Вы с этим сейчас как справляетесь? Это для вас рутинная? Ну, это прошла ситуация. Ну, как, ну, в логистике, как в системе, так сказать, в бизнесе, который заточен на постоянные потоки, да, в деятельности даже, любые изменения нештатные, они плохо сказываются. То есть, начиная с 2020 года, понятно, что эти изменения, они были сильными и волнообразными. То есть, пандемия сильно изменила логистику, сильно подорожала морская логистика, поэтому преимущество привезти Горога Владивостока дальше в Европу, погнать контейнер по железной дороге стало выгодно. И поэтому у нас, действительно, нагрузка на тот же Владивостокский порт и вообще Приморские порты сильно выросла на железную дорогу. А потом, ну, пандемия начала потихонечку, так сказать, отходить на второй план, ну, вот там, в этом году ровно набалок произошло, да. То есть, все, естественно, перестали в Европу возить через Россию все, что ни было, и у нас довольно сильно был период, когда импорт упал сильно, и не было проблем. Сейчас потихонечку восстанавливается, вот эти вот волны, они, конечно, сказываются на наш бизнес, да, сказывается, это довольно неприятно. То самолеты перестают летать, они все сидят, то еще что-то, то ковид, ну, неприятно, но, наверное, ничего страшного. А сейчас забиты склады или как вы сейчас регулируете? У нас нет проблем особо со товаром. Ну, как, есть основная проблема сейчас с товаром, это перестраивание рынка, ну, после вот, после беды. Деньги несут покупатели. Соответственно, если мы говорим про портрет покупателя, он у вас явно менялся, особенно как бы со средствами. Нет? Слушайте, я вот работая на массовом рынке, заморачиваться портретом покупателя, ну, как бы бессмысленно. То есть, наш портрет покупателя очень простой, мы работаем на домохозяйстве. То есть, покупатель, домохозяйство. А дальше, ну, все разное. То есть, есть семьи, где решение принимает мужчина, есть, где решение принимает женщина. Это все усредняется, есть что-то дети. И заморачиваться ересью по поводу того, какой же у нас покупатель, какой его портрет. Этим можно бесконечно заниматься, но работая на широкий рынок, это... То есть, условно, такая рузинка позиционирования, это не ваша задача, а это, допустим, другие об этом думают. Ну, один из вариантов, да. Мы работаем на широкий спектр, ну, у нас, слушайте, не знаю, сколько у нас. Я боюсь сейчас обмануть, ну, у нас там, не знаю, там, 60 миллионов покупателей в год проходит, делают покупки. Ну, это же, понимаете, это очень большой поток, из него вычленились, что, а оказывается, это было блондины с голубыми глазами. Ну, даже если ты это и вычленили, что. То есть, приходите, надо тогда сделать, чтобы приходили брюнеты. Может, я просто не разбираюсь, не догоняюсь? Нет, это один из вариантов ответа, который может быть, да. То есть, это к вопросу о том, что кто-то в эту историю очень сильно вкладывается, думает об этом, кто-то считает более работать в широком формате. И, скажем так, нет здесь правильных или неправильных ответов, я это точно понимаю. Что касается, но все-таки покупатель все равно так или иначе меняется, кто-то более подкованный, кто-то менее подкованный. Вот вы сейчас, когда вы выбираете персонал, ну, у вас есть определенный стэк, там, скиллов, которые человека должны быть, или которому вы должны научить. Вот, как у вас сейчас, продавец-консультант, каким набором качеств и знаний должен обладать продавец-консультант, чтобы работать в вашем магазине? Слушайте, мне, ну, может, я из провинции не сильно хорошо разбираюсь, но я вообще считаю, что лучший наш сервис – это ваше самообслуживание. Вообще, в идеальном магазине, то есть, у нас, конечно же, у нас самые прекрасные продавцы и прекрасные консультанты, и… так сказать, но мне кажется, что не это определяет, ну, не это сейчас определяющая функция магазина. То есть, понятно, что без этого никуда, у нас работают прекрасные люди, которые легко, ничего сложного в этом деле нет, и освоить знания бытовой техники, понимаете, это же… это же вся эта техника, она делается для того, чтобы быть максимально простой. И поэтому не нужно ни какие-то там экстраординарные знания для того, чтобы ее освоить. У нас есть определенный функционал по обучению, по подготовке, и, в принципе, пройдя курс молодого бойца, любой человек, кто может работать, может работать. Да, есть такой эффект, что… что люди воспринимают эту работу, как… зачастую, как временную, да. Ну, нам, конечно, не очень это нравится, ну, а что ж, ну, люди… Я только рад за людей, что там, не знаю, там, поработали у нас, освоили программирование, и стали заниматься какой-то там другой работой. Хорошо, пусть занимаются. Вот, но вообще, в идеале, конечно же, наша задача сделать так, чтобы, вообще-то, особого смысла в консультанте-продавца для покупателя не было. То есть, все должно быть… должна быть максимально разжеванная информация, должно быть максимально все наглядно представлено, чтобы человеку и так было бы все понятно. Вообще-то, если вам… вы пришли в магазин, и вам потребовался консультант или продавец или поводырь, то, значит, что-то не так сделано. Тогда, если смотреть, продавец-консультант, сильный продажник или просто оператор, который помогает… Вот, сильный продажник – это кто? Вот я… то есть тот, кто впаривает активно что-то… Ну, скажем так… Я большой противник, вот, впаривания. Я считаю, что это прям, ну, как бы, неправильная миссия. А главное, что… что это не… не… в долгосрочной перспективе модель… модель хорошего продажника, она не… ну, она… она бессмысленно, тупиковая. То есть впаривать покупателю что-то, а вот вам еще это, надо еще это, еще это, и давайте вот самые подороже. Это плохая модель, я в долгосрочной перспективе это неправильно. Мы считаем, что, вообще-то, продавец – это человек, который должен работать на стороне покупателя. Такой, ну, как адвокат, да, это человек, который может… так как у нас еще несовершенная система и не все понятно, там, о товаре или о механике с первого раза, должен быть такой адвокат на стороне покупателя, который правильно объяснит или расскажет о каких-то… то есть доведет информацию, но… но… он должен объективную информацию давать, а не… не быть продажником. Зачем он будет продажником? То есть у вас KPI на выполнение планов нет? У нас по-разному организовано, у нас это тоже делегировано на… на уровне ниже мотивации работы с продавцами. Работает везде по-разному, но вот мне, например, кажется, и со мной могут не соглашаться, и это нормально. Но мне кажется, что KPI на впаривание товара не должно быть в целом, в принципе. В том же Кириллове относительно недавно купила телевизор, то есть маме, то есть нужно было там конкретную задачу решить. И мне как-то раз было любопытно, как… ну я больше с темой хэштег там «хуть покупателя», у меня есть такой хэштег, который периодически там я подсвечиваю какими-то постами в соцсетях. И было любопытно понимать, что я обозначила цифру, в которую мне нужно вложиться, и вот молодой человек там разложил тын-тын-тын, и мне, в принципе, там, ну, фактически за меня принял решение, да. В какой-то мере это вот мне это то, ну, он просто облегчил выбор, мне некогда было заниматься, да. Это одна из важных функций. Да, это там мне склонно, но я понимаю, что там… Фактически человеку тяжело дается, при том, что он все равно же, на самом деле, знает, чем он хочет, и так все правильно. Но кто-то в какой-то момент должен похлопать по плечу и сказать «ты прав», да, покупай это. То есть это функция включилась. Если вы воспринимаете это с точки зрения хорошего продажника, то тогда да, это поможет сделать выбор, потому что человеку психологически тяжело совершать выбор. Но при этом, ну, все равно люди сами-то делают выборы, все равно они, как правило, знают и не ошибаются. Ну, да, есть такая функция, да, покупайте. Хорошо. Ну, в любом случае, ну, вот я услышала, что для вас это вот все-таки консультант… Ну, в принципе, монетка может заменять это дело, да. То есть, вообще, по-хорошему, да, надо сделать приложение такое в смартфоне, где вы фотоете и, типа, вот это выбрать или вот это выбрать, и она вам говорит, вот это. Сказать, что это делает нейросеть, очень умная. Да, и таким образом все. Да, и вы верьте, да, вот правильно тут. Вот зрителям канала бесплатная идея, озолотитесь, делаете приложуху, называется «Ваш карманный продажник», когда вы не знаете, что купить, причем без разницы, от юбки до украшений, от духов до колбасы. Ой-ой-ой. Наводите несколько этих самых, и она вам говорит, какую правильно покупать. Если говорить про онлайн-канал, все-таки… То надо сначала сказать, что это такое. Что для вас онлайн-канал? Я не знаю. Я не знаю. Знаете, на самом деле… Могу сказать, это ересь от московских инвесторов. Да, это они придумали, чтобы побольше выманить денег у незадачливых инвесторов. Знаете, на самом деле интересно было в 2015 году, когда я встречалась с руководителями региональных сетей, там получалось общение, и были короткие интервью, в рамках которых я задавала им вопрос, что такое для них амлеканальность. И очень многие задавали в ответ мне вопрос, что это такое. И вот это как раз момент, когда спустя пять лет с этими же коллегами пересекались на других мероприятиях, он говорит, да, я помню твой вопрос касаемо омлеканальности, да, да. Ну вот мы как бы на эту тему рассуждали. То есть для вас вы не выделяете как-то отдельно, для вас это бесшовная история перехода покупателей с канала в канал? От какого в канал перехода? Я не знаю, о чем вы говорите. На рынке периодически есть разные маркетинговые мантры, которыми можно выполнять те или иные функции. Но это вовсе не значит, что это действительно объективно существующая вещь. То есть понятие, то есть да, наверное, есть разные модели покупки. То есть я говорю, что мы сейчас вступили в информационный век, у нас вся жизнь в смартфоне, и, конечно же, это влияет в том числе и на розничную торговлю. Оно влияет самым разным образом. И функция любого бизнеса, не обязательно ритейла, соответствует тому, что времена меняются, и мы живем в информационном мире. Понятно, что наша задача постараться максимально эти возможности использовать, чтобы и коммуникации были с клиентом через смартфон, условно, да, потому что не обязательно смартфон, но это может быть интернет и все, разные другие. Использование информационных технологий должно быть максимально. И да, надо его использовать, но зачастую мы же даже до конца не знаем, как вообще покупатель к нам пришел, и это может меняться. Какая часть покупателей перед тем, как что-то у нас купить, заходила в интернет и что-то об этом брала? Ну, я думаю, приближается к 100%. Назвать это онлайном или омниканальностью? Ну, можно назвать, чтобы как-то продвинуть какой-то тот или иной продукт, особенно там. Продаем товары для омниканальности. Ну да, тогда, наверное, наши технологии лучше в области омниканальности. Ну да, это может продаваться, но к сути это может не иметь отношений. Четыре года назад ваша доставка была на аутсорсинге. Все-таки, если мы будем говорить, как сейчас обстоят дела? Ваша или все-таки распределенная работа? По-разному, все-таки, мне пока не кажется, что доставка может быть основным конкретным преимуществом. Мне все-таки кажется, что вот это вот увлечение рынка доставками – это феномен больше, опять же, московских инвесторов. С течением обстоятельств в Москве доставка… Ну, действительно, Москва продвинутая с точки зрения доставки. Действительно, мало где по миру вы можете заказать себе пирожок и бутылку кефира, и вам ее принесут за полчаса. Как минимум, потому что это как бы не рентабельно. Но в Москве это можно сделать. Ну, почему? Потому что в Москве сложилось ряд факторов. С одной стороны, густота населения, с другой стороны, сложность… Относительная ценность перемещения у людей довольно большая. Люди ценят свое время, люди не очень любят прямо уж так на другой конец города не поедут, потому что там действительно конец – это другой далеко. И при этом присутствует рабский труд. Можно привести большое количество жителей из Средней Азии. Я считаю, что это совершенно нехорошая история, что их используют для этого дела. То есть Москва паразитирует немножко на рабском труде этих людей. Потому что, понимаете, это дает возможность вот этой вот относительной стоимости логистики быть… Возникала бы диспропорция относительной стоимости труда. То есть люди ценят свое время, могут себе позволить ценить тогда, когда кто-то вынужден это время продавать очень недорого. Вот и будут уважаемые люди из соседних республик носить вам этот кефир и булку хлеба. Ну, я все-таки считаю, что это неправильная модель. В 21 веке, наверное, все-таки не должно быть этих слуг, не должно быть. Конечно же, это хочется, наверное, такой сервис денщика, типа, подать мне рюмку водки и бутерброд. Да, и, наверное, это может быть, но это просто должен быть дорогой сервис. Сочетание вот этих факторов, которые обычно сложились в Москве, позволяет сделать вид, что это может быть недорогим сервисом. Ну, нет, это не будет недорогим сервисом. Ну, мы пока ждем, как это все будет дальше развиваться. Я активный пользователь, на самом деле. Вот, действительно, как раз вы говорите, что если ценность времени у меня такова, что мне проще не вставая с места быстро заказать. Да, но вы это позволяете, вы можете это себе позволить, потому что в Москве достаточно активно развит рабский труд. То есть, москвич вам, ну, то есть, понимаете, человек, который пользуется доставкой, не будет сам, ну, как бы, тот, кто доставляет вам, сам не будет пользоваться доставкой, потому что у него, этот, относительная стоимость времени, она, там, почти, почти одинаковая. Ну, да, мы, я думаю, что это не очень перспективная штука. Да, это останется как некой дорогой, ну, как бы, дорогим сервисом, да, ну, останется. Будем наблюдать, на самом деле, очень любопытно, как раз пару дней назад, когда это сюда прилетело, я взяла экскурсию по Владивостоку, и как раз местный экскурсовод в какой-то момент подвела такой, такой спич о том, что доставка-то как раз одна из первых появилась во Владивостоке. Когда с рынка китаец Василий привозил овощи, фрукты. В 905 году? Ну, скажем так, в 1880-е и выше, да, то есть вот, потому что было неэффективно идти на рынок. Вы правильно подметили, что для доставки нужен рабский труд. Да, если мы говорим про, вот, знаете, все-таки так или иначе вопросы были составлены вокруг онлайн-офлайна, да, и я, наверное, здесь так хочу проговорить. Все время идет дилемма по поводу физической, ну, каменной розницы и онлайн, то есть все-таки без непосредственно того магазина, прихода в магазин. Вот вы к этому сейчас как относитесь? Все-таки точки присутствия сети, конкретные, физические, тут каменной розницы, они должны быть? Слушайте, ну, это все какая-то ересь, на мой взгляд. Слушайте, раз мы торгуем физическим товаром, то нужно и физическое присутствие. Вот когда мы научимся телепортировать товар без физического канала доставки, тогда и не нужна будет физическая розница. Она все равно нужна будет у вас и тот же Амазон, да, все равно, ну, там вообще другая история, лучше не углубляться, но как бы вы не развивали эту нефизическую розницу, я не понимаю просто, что это, вам все равно в итоге окажется, что нужны распределительные центры, а вообще желательно, чтобы это было поближе к потребителю, и через шаг вы поймете, что неплохо бы еще на этом распределительном центре, который поближе к потребителю, повесить время работы и разрешить покупателю самому заходить и брать товар. Это же хороший сервис тоже. Поэтому мне кажется, что это какая-то ересь про физическую, нефизическую розницу. То есть, нефизическая розница, это то, это розница, которая осуществляется денщиком, да, который вам, как китаец с базара принес это самое. Как бы есть, кто сейчас идет через даркстор, и понятно, что физическая розница закрытая для посещения. Следующая мысль, когда людей, которые делают даркстор, появится в том, что почему бы туда не пустить покупателя, если он сам может. Ну, другое сделал. Хорошо. Вот это у меня, я опять же, возможно, я просто неправильно понимаю, отстал от жизни и самая, но пока я не понял. Большая сеть, многие годы развиваетесь, крупная логистика, все это однозначно без автоматизации невозможно. Автоматизация в вашей сети, вот есть ли предел совершенства? Вы как программист, человек, который очень сильно погружен в процессы, где еще бы хотелось докрутить? Куда сейчас строитесь вы? Смотрите, так как мы опять же живем в информационном, в информационный век, погружаем, еще не живем, но погружаемся туда все глубже и глубже, то границы этого погружения, они до сих пор не понятны, потому что мне тоже периодически кажется, ну куда уже больше, и через шаг оказывается, что даже еще не начинали. Вот, кажется, что с точки зрения внутренних процессов, это описывается правилом, что информационные технологии идут туда, везде, где есть эксперты, эксперты будут заменяться алгоритмами, или программами, построенными не на принципах алгоритма, но все равно заменяющих экспертов. А это, ну, почти бесконечное движение. Ну, то есть, смотрите, у нас, где какой товар будет лежать, и даже сколько он будет стоить, уже давно люди не могут принимать этих решений, это все принимают решения алгоритмы. Роботы. Ну, назовите это роботами, да. Современное так это звучание, да, сейчас? Да, и это будет, собственно, и дальше только усугубляться. Если говорить, ну, вы работаете на 1С уже многие годы, что можете сказать, вот именно сейчас, в своем когда-то сделанном выбор, было ли желание перейти на другую систему, и то, что сейчас вы как бы остаетесь работать на 1С, ну, вот просто вот об этом. Понимаете, для нас отличная история, тоже в IT когда-то казалось, что информационные системы могут стать такими же коммодити, как, не знаю, как наличие, там, не знаю, электричества в офисе, ну, как говорят, что наличие электричества в офисе давно уже перестало быть конкурентным преимуществом фирмы и компании, да. И говорили, что вот со временем и информационные системы тоже сами по себе перестанут быть конкурентным преимуществом. Она просто либо есть, либо его нет. И часть бизнеса пошло по пути, ну, там типа а-ля там САП и все вот эти самые большие умные системы, которые говорили, ну, типа, смотрите, зачем вам вообще напрягаться с точки зрения информационных систем, да все уже придумано, есть технологии, вы их только покупаете, дальше нажал на кнопку, все работает. 1С в силу того, что этот продукт родился в бурном море изменений российского бизнеса, он оказался, он изначально строился не по этой технике, то есть даже, казалось бы, в очень консервативной области бухгалтерии, где, казалось бы, все прописано стандартными законами и не может быть никак иначе, да, какая вообще может быть гибкость в бухгалтерии. Реалии российского бизнеса заставляли иметь подход, который и так до сих пор поддерживает 1С, потому что типа, ну, мы вообще-то не знаем, как у вас будет даже через полгода, поэтому мы напишем систему, которая будет максимально гибкой, адаптивной, и если что, вы ее сможете подкрутить. И когда оказалось, что информационные системы в коммунити не превращаются, то оказалось, что, собственно, 1С является самым крутым продуктом вообще с точки зрения подхода к технологиям, к информационному веку, да, то есть чем нас очень нравится нам 1С, тем, что он очень гибкий. Мы можем, и скорость разработки, там, примерно 3 раза больше, чем на каких-то сопоставимых системах. То есть у нас часть софта мы пишем сами, да, и понимаем, что один и тот же бизнес-процесс, который нам нужно адаптировать на тех системах, которых мы разрабатываем, мне на один месяц занимает до трех раз дольше, чем сама. А в современном мире скорость – это прям чуть ли не основная, как тайм-то-маркет, да, это основной мерило современного бизнеса. Ну, может, не уж не прям так, что это там самая необходимость, но это действительно гибкость, вот именно гибкость информационных систем, потому что мы действительно не знаем, что будет через полгода, через год, но, видите, то пандемия, то еще что-то, что-то, постоянно это все достаточно в динамике, и предположить, что это где-то остановится, и все, вот уже все процессы сделаны, они будут такими. Вот на ближайшую перспективу можно точно сказать, что нет. И в этом отношении, конечно, 1С – это прям очень крутая система. И опять же, если бы не особенности нашего, так сказать, российского бизнеса, я думаю, что и на мировом рынке 1С бы так сильно победила бы всех. К сожалению, сейчас тоже тяжело это дело продвигать, но вообще-то действительно продукт очень крутой. Я не знаю аналогов, которые были бы сопоставимы с этим делом. А сколько человек сейчас занимается разработкой у вас, для того, чтобы поддержать… У нас порядка 300 человек занимается, может, даже уже, наверное, сейчас чуть больше различными информационными системами. Все равно у нас есть помимо… То есть у нас на 1С фактически работает бэк-офис. Помимо этого есть сайт, есть фронт-офис, есть там отдельные сегменты вспомогательные. Мы стараемся использовать 1С, но, понятно, не везде. Сайт на 1С, к сожалению, не напишешь, поэтому его надо поддержать немножко по-другому. Ну да, переключимся с автоматизацией на тему маркетинга. У вас на заре становления сети были хайповые рекламные кампании, вы давили мониторы броневиком или там устраивали конкурсы «Мокрый маек» на открытиях новых торговых точек. Это было ради того, чтобы четко спозиционировать себя, чтобы сеть заметили. Сработали ли так, как на это рассчитывали? Или, скажем так, потом это сошло на нет, потому что это не очень эффективно? Это было потому, что у нас были творческие ребята, ребята, которым мы вообще, как сказать, в компании любим людей и даем им возможность самореализовываться. То есть вообще мы считаем, что 1С с точки зрения работы с людьми, с менеджментом, это то место, где можно поиметь какие-то возможности дополнительной самореализации, продвинуться в чем-то. И да, у нас были энтузиасты, которые вот так делали. Ну, наверное, можно со статистической точностью теперь сказать, что нет, никакого особого смысла в этом не было, но зато прикольно. Ну, след остался точно цифровой. Люди порадовались, да. Ну, почему нет? Практического смысла это не имеет. Сейчас, когда вы рекламируете сеть, но все равно в присутствии брендовое должно быть, во что вы однозначно верите? Какие каналы используете, вы обязательно порадите. Я не верю в изначальную посылку, в том, что брендовое присутствие должно быть. Кто вам это сказал? Ну, вовремя напомнить о себе, когда у человека формируется опыт. Вовремя напоминать о себе, не рекламой, не ересью всякой, а своей деятельностью. Понимаете, вообще тема с маркетингом и с рекламой перекормлена в России, конечно же. Но есть разные отрасли, в которых значение этого дела может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Понятно, что, например, с точки зрения, если мы берем какую-нибудь отрасль типа, ну ладно, хожу, товарное производство, то там большой круг товаров имеет значение, его раскрученность и, так сказать, узнаваемость. Или, там, зачастую люди, покупающие, там, не знаю, часы, они покупают не столько устройства, которые показывают время, сколько причастность к какой-то определенной социальной группе. Это требует соответствующей, там, рекламной или информационной поддержки. Но, например, в розничных сетях это менее, ну если мы не говорим об азбуке вкуса, да, и сравниваем с пятерочкой, но в электронике и бытовой технике это менее, так сказать, значимая вещь, именно то, где человек покупает. То есть, и, соответственно, из этого, ну как бы безумие вкладывать в это дело какие-то ресурсы. Можно провести логический эксперимент и по себе самое спросить. Вот будет находиться рядышком относительно два магазина. Один очень рекламируемый, вот по каждому, из каждой дырки будет рассказывать, что это прям замечательный магазин. В другом магазине ничего не будет, это самое, это самое, ну просто в нем будет, там, на 5% дешевле. Потому что не будут вкладывать эти 5% в продвижение. Вы где купите? Ну, вряд ли можно представить себе ситуацию, что вы подруге скажете, ну ты, что ж ты лошара покупаешь там, можно там было купить. Ну вот вряд ли, потому что она скажет, это ты, лошара, я нашла, где купить дешевле. То есть, значение в нашем бизнесе маркетинга, она, ну как бы, совершенно не такое. В нашем бизнесе, ну, нужна некоторая узнаваемость. То есть, да, вы должны видеть там зеленого человека, понимать, что там есть ДНС, и там все хорошо. Там есть нужный ассортимент, и вы точно не, самая подруга, вас вряд ли будет стебать за то, что вы купили очень дешево. Или очень дорого, наоборот. Перепутал. Зеленый человечек, откуда он, когда появился, и почему он так закрепился у вас? Это вот, это продукт работы наших творческих ребят, которые, там было много творчества, которое потом не вошло в тираж, но отчасти вошло в тираж. Это элемент брендирования, элемент узнавания, чтобы, ну, вот возникала вот эта вот интуитивная связь, что, ну да, вот это ДНС, что это сеть, что там есть определенные, ну, стандарты с точки зрения там сервиса поддержки, цены доступности, ассортимента и так далее. А ДНС, он как расшифровывается? Никак. Можно не расшифровывать. Это пример того, что даже совершенно идиотское название, что как и от маркетинга, так и от нейминга ничего не зависит в бизнесе. Можно придумать самое идиотское название, никакой особой разницы не будет. Ночь придумана в режиме чата. Это когда-то имело значение, еще когда мы розницей не занимались, а дальше потом исторически это делать. Ну, мы такие, да, такие истории периодически встречаются в моей практике, когда мы начинаем задавать вопросы про нейминг, и вот как раз ответ такого характера, что... Более того, это как правило, потому что, ну, как бы, те, кто сильно заморачивался названием, я даже сходу-то и не придумываю название, которое бы люди там сильно заморачивались, и это бы что-то имело бы значение. Со временем, ну, это без разницы уже, там, нечитаемое для российского слуха и языка название ксиоми, ну, прижилось же. То есть, наверное, это действительно, это более дурацкое, чем ДНС, ДНС хоть как-то звучит, но это не имеет большого значения. А слоган есть? Я его не вижу. Нет, нет, ну, мы меняем мир к лучшему, да, то есть, у нас такое есть, это... Ну, это, знаете, по классике идем. Это даже не слоган, это кусок, 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 кусок этого идеологии, да. А мы не любим классику, да, мы считаем, что надо своими руками создавать. Угу. Насколько вы, как сооснователь сети, сейчас погружены в ее дела? То есть, я уже понимаю, что, там, пять лет назад вы, там, отказались от таких, ну, передали, там, одни... Держите ей руку на пульсе. Как? Насколько в курсе? Какие делегурируете моменты в обязательном порядке? Какие все-таки оставляете на себе? Как люди чувствуют, что с вами надо что-то согласовать? К сожалению, у нас в стране все считают, что, ну, очень распространено мнение, что, что главное, это дойти до начальника, да, и... Ну, во-первых, я уже какое-то время не начальник, я сейчас не вхожу вообще в менеджмент компании, не вхожу. Конечно же, я стараюсь быть, там, в курсе, я погружен, и у меня есть часть некого функционала, который я исполняю, но это уже за рамками оперативного менеджмента, я не принимаю никаких решений. Но все равно, тем не менее, много, там, людей пытаются до меня, да, вот если у вас специфическая аудитория, да, уважаемые поставщики решений, оборудования, поставщики техники, самая глупая идея, добраться до меня через, там, Facebook или найти телефон и сказать, Дмитрий, у нас есть... Мы специализируемся на ко-брендинге, маркетинговых программ и акций, у нас есть для вас прекрасное предложение. Это не ко мне. Вот так, вот смотрите, какую мы пользу сейчас, как минимум, вам попытаемся сделать, ребят. Вряд ли, они поверят же все равно. Ну, да, я тоже с этим регулярно сталкиваюсь, когда ко мне, после того, как мы столько интервью с руководителями сетей провели, начинают приходить с различными вещами. Ребят, действительно, надо находить все-таки другие, наверное, каналы, возможности пообщаться с коллегами, которые реально принимают решения о тех или иных вещах. Но на самом деле, если вот, кстати, про поставки услуг, оборудования и прочее, как у вас это организовано сейчас, чтобы действительно начать работать с вашей сети? Есть ссылочка, да, так сказать, для партнеров, там есть разные виды партнеров и, пожалуйста. Портал поставщика? Портал поставщика есть, да. Мы живем в информационную эпоху и надо, вот это то, о чем я говорил, что информационная эпоха, она дальше развивается. Мы стараемся и коммуникации тоже максимально, вот, нефиценно, как, видите, даже слово автоматизировать сейчас уже неправильно. Погружать в информационную эпоху. Но все-таки, вот, если мы говорим про делегирование, как быстро вы пришли к тому, что себя надо снимать, вот, операционно? Да, ведь все же просто получилось. Я плохой менеджер, оно все само отваливается, да. То есть, уйди, не мешай, да, то есть, и все. У вас нет пиара? У кого? Ну, у вас, в вашей сети нет отдельного пиар-менеджера, к которому можно постучаться. Я с вами напрямую договаривалась о том, чтобы увидеться, и все вопросы напрямую решать. Почему так? А зачем он? Это, так сказать, провинциальная серость, да. Никто не сказал, что нужно, да, мы и не знали. Вы так, это все время провинциальная серость, вы знаете, я в этом плане очень... Это я с гордостью произношу, не чувствуется, да? Да, это не чувствуется. Я, на самом деле, вот, я переживаю за этот момент, потому что, как раз, когда я поехала в регионы, да, то есть, ну, опять же, я сама родом из, как бы, региона, да. Я уже понял, да, куда-куда, куда. Да, я с Вологодской области, и вот это, не стесняюсь, как бы, постоянно упоминаю и знаю тоже многие о том, что я как раз сравниваю с зачастую вот такие моменты. Ну, я точно понимаю, что я уже давно не использую, там, периферия, вот такого слова, потому что Россия большая, и она интересна во всех своих проявлениях. И также вот тот, исследуя мной объект, как российский ритейл, это тоже, вот, как бы, очень интересный организм, который совершенно по-разному себя проявляет в абсолютно разных городах, селениях. И я точно понимаю, что российский ритейл там, где он есть, там живет город, село, там, деревня, он же, он это живет место, да, как только его там не становится, но его не будет. Так как наоборот, как только место живет, если место живет, там есть ритейл. Ну, и... Если оно перестает жить, ритейл, то туда тоже. Да, согласна, он покидает. Немножко о других задачах, в том числе диверсификация вашего бизнеса, который так или иначе нарисовывается, по крайней мере, я слежу. Боремся с этим. Боремся, да. Да, в девятнадцатом году вы запустили FMCG-сеть «Квартал вкусов», сейчас около 20... А? Квартет. Квартет вкусов. Да. Судя по... Это вот, это к Сергею Мощенику, да, это вот он расскажет. Ну, а вот все равно, когда вы общаетесь с коллегами, есть ли у вас представление, насколько сложнее и легче развивать продуктовый ритейл? Да, он отличается, конечно, да. FMCG, как с точки зрения ритейла, это, конечно, большая разница от электроники и бытовой техники. У нас скорость и частота покупок совершенно разная, у нас стоимость, удельная стоимость товара другая, да. Все-таки мы, наши товары преимущественно, как сказать, легче и дороже. Да, то есть в FMCG это переваливание килограммов, это другое общение с покупателем, ну да, там много другого. Где-то приходится новую экспертизу наращивать внутри и... Да. Это, это, да. Это другое, что я могу сказать, это другое. Еще некое про... Тоже интересно. То есть в... Кажется, что эволюция розницы в FMCG чуть-чуть медленнее происходит в этой отрасли, чем в бытовой технике и электронике. Угу. Угу. Но это тоже интересно. У вас достаточно активная жизненная позиция и как бы достаточно известный город, известный человек на Дальнем Востоке, в частности во Владивостоке. Думаю, что не надо преувеличивать. Ну, в любом случае, вот есть ли у вас такое некое ощущение, когда там непосредственно там к вам лично могут подойти и там помечать, вот прям в городе там спросить про ДНС конкретно или там про что-то еще? Слушай, какой телевизор купить? Ну, не до такой степени, но вот... Почему? Ровно так, да. Да? Конечно, да. Дмитрий, я вот этот ноутбук хочу купить. Скажешь, посоветуй, какой? Кажешь, блин, да, я уже не знаю, какой. То есть можно прийти в ДНС в любом магазине купить, там лучше знает, чем я. Не, ну это так, шутка, да, но я не понимаю вопрос, о чем. А касаемо вот того проекта, кто development, да, то есть на самом деле я слежу за тем, как другие... То есть есть сети, которые тоже диперсификация не какой-то... Это не диперсификация. Смотрите, мы... То есть, по крайней мере, я уж точно не люблю диперсификацию. Окей. Это мы делим бизнес примерно следующим уровнем. Есть основной бизнес. Угу. Мы розничная сеть электроники и бытовой техники, там много чем еще можно заниматься, развиваться и большие задачи стоят. Помимо этого есть другой большой вызов, да, он заключается в том, что мы живем в Владивостоке и офис в Владивостоке, никуда отсюда не планируем уезжать. И если это не произойдет, так сказать, насильственным образом, то так и собираемся дальше тут жить. Но при этом мы понимаем, так как все равно основной наш бизнес, он по... Там, где живут люди в России, люди живут от Москвы и дальше кругами, там разные круги есть, но тем не менее, все равно люди живут на Западе. Вот. И мы понимаем, что с точки зрения места и условий для жизни, которые есть в Владивостоке, они все-таки не такие, как могли бы быть, так скажем. Аккуратно скажем, Владивосток город с очень большими перспективами. Но, к сожалению, эти перспективы, они все вот перспективы, перспективы и все никак не могут ни во что реализоваться. И поэтому какой-то момент мы, может быть, еще поддались общему настроению в стране, что типа вот поворот на восток, мы сейчас вот все сделаем. Да, мы тоже увлеклись этим делом, у нас есть кусочек бизнеса, который заключается в том, что мы хотели бы поработать. Опять же, мы же предприниматели, да, как предприниматели в области, в той области, которая работала бы над тем, чтобы Владивосток все-таки хотя бы часть своих перспектив, которые действительно большие, ну, как-то реализовал что-то, вот мы хотели бы их пореализовывать. Ну, не то, чтобы это прям, получается нам сделать как-то глобально, но какими-то островками, ну, более-менее получается. В этом отношении есть там много проектов, от образования до девелопмента. Мы делаем, так сказать, окна в будущее, да, мы можем показать, как нам бы, казалось бы, должен выглядеть там пригород Владивостока, как должен выглядеть городской квартал, как должно выглядеть образование и так далее, и так далее. Какие-то вот, как должно выглядеть общественное пространство. Это вот в этом. Это немножко не про диверсификацию. Я считаю, что диверсификация, это... Инвестиции в будущее? Инвестиции в будущее в людей? Опять же, какие-то московские слова какие-то. Давно, да, видимо, из Волок до переговоров. Ну, почему инвестиции в будущее? Это и в людей. Это просто вот мы пытаемся поработать в этой области. Есть возможности, есть амбиции, есть желания? Ну, да, конечно, у нас есть определенные ресурсы, конечно, есть. Мы можем на сдачу от бизнеса строить городские кварталы. Мы это стараемся делать. Не могу сказать, что это прям что-то такое феерически успешное, чем-то можно хвастаться сильно. Ну, да, проекты не очень масштабные, но за них точно не стыдно, так скажем. Есть что показать. Мы держим фигу в кармане на тему того, что мы это делаем в том числе и для себя, чтобы для наших сотрудников и нам самим было комфортнее и удобнее жить в городе. Ну, и так как, опять же, мы все-таки предприниматели, то считаем, что это неправильно делать только для себя. Это мы делаем для рынка и сходить с взгляда с точки зрения рынка. Поэтому это, в общем, примерно как бизнес и организуется. Еще такой вопрос, скажем, вокруг, наверное, вас как личности. Я давно, ну, бытность запрещенной сейчас сети там активная и продолжаю как бы наблюдать то, что вы пишете. Вот что для вас являются, ну, вот такие посты? Это возможность поделиться мыслями или не отвечать на глупые вопросы, самим формулировать свою там некую повестку и создавать какой-то вот... Что для вас это, что будет рассказывать? Мы живем в информационную эпоху. Конечно, периодически мы пытаемся сделать эти броски в архаику, но через разные каналы, но я думаю, что все-таки ход времени нельзя остановить. Даже такой богатой стране, богатой и могучей стране, как Россия, не удастся время вспять повернуть, так или иначе все равно будем жить в информационную эпоху. И она просто требует там других подходов к коммуникации. Информационные системы позволяют в том числе объединять большое количество людей перед какими-то проектами или какими-то задачами. Ну и в том числе и какое-то общение с точки зрения там фидбэка, получения и так далее. Это тоже важная и интересная штука. То есть это технологии, которые позволяют эффективнее и интереснее вести деятельность, так скажем. Поэтому грех этим не пользоваться, и несмотря на все запреты, я думаю, мы все равно будем делать. Фейсбук мне действительно нравился и нравится. Тяжелее, конечно, сейчас стало жить, но вот сама идея того, что Фейсбук – это сеть, которая хорошо позволяет поддерживать репутацию пользователей, то есть это не анонимные комментарии, то есть это все-таки диалог, который не спрятан за никами, а он все-таки ты с людьми, ты знаешь там большое количество людей, которыми коммуницирую в Фейсбуке, за что вот я Фейсбук все так же больше люблю, чем там… Телеграм не позволяет этого делать, ВК – отдельная история, да. Ну, а Инстаграм вообще не про это. Фейсбук в этом отношении, мне кажется, прям очень удачная история, потому что там минимум, там, несколько тысяч человек, которые подписаны, там, знают меня лично, я их знаю. И это живая коммуникация, которая сильно упрощает. Да, это специфическая коммуникация, но она, если к ней подходить, она тоже позволяет по-другому смотреть на какие-то вещи. При этом, понимаете, это же еще и одновременно и такой некий засечки на прошлое, то есть можно откатать, да-да-да, и посмотреть, а что же там такое было. Поэтому это полезная история. Еще чуть-чуть про сеть и вообще про принцип развития. Мы неоднократно проводили мероприятие на тему «Как зарабатывать, создавая и развивая розничные сети». Ну вот, скажем так, и в портфеле наших активностей есть и такие. Вот ваше мнение, как человек, который уже создал успешно развивающуюся сеть, вот сейчас, текущее время, это время для того, чтобы создавать новые сети или нет? Всегда можно чего-то доделать, поправить, всегда можно чего-то добиться. Вопрос только в том, насколько сейчас это больше вероятность или меньше вероятность. И тут критерий очень простой. Есть растущий рынок, то есть вы чего-то добиться проще на растущем рынке. Если есть, вот я, честно говоря, сходу не могу назвать отрасли в ритейле, которые бы сейчас были бы сильно растущими, но, наверное, у них что-то будет. Понимаете, у нас в целом потребительская экономика, скорее всего, будет сжиматься. И на этом фоне, да, наверное, что-то будет расти, но относительно тех богом спасенных времен 2000-х, когда росло все и везде можно было. Конечно, сейчас это делать гораздо сложнее. То есть сейчас искать свою нишу, которая будет расти, даже не просто свою, а именно ту нишу, которая вам близка, которая еще и будет расти, ну, это тяжело. Наверное, у нас еще есть там возможности, не везде и информационные технологии пришли до конца, и есть еще эволюция, она всегда будет. Но сейчас это сделать гораздо сложнее. Про именно ДНС, какие планы на эту сеть у вас дальше? Выжить. Сейчас план простой, выжить. Если, вот, не одна из последних властей вас пригласили в наблюдательный совет X5 Group, ну, мы понимаем, что, наверное, особый там конкретный нет, но если вы можете поделиться, то это вам предложение интересно, и чем вы будете заниматься в первую очередь в таком состоянии? Это наблюдательный совет, это элемент корпоративного управления, и мне эта тема интересна. Это немножко, это не про менеджмент, это про корпоративное управление. Поэтому для меня это, с одной стороны, новая вещь, с другой стороны, кажется, что она мне, так сказать, созвучна с моим интересом, поэтому это вот то, чем мне бы хотелось бы позаниматься, и я хотел бы быть полезен в X5. Я думаю, что, ну, наверное, это как-то сложится, пока это еще не все до конца оформилось. Ну, в принципе, мне по большому счету даже уже, ну, как хотелось бы, чтобы сложилось, но интерес к этой теме, наверное, не к корпоративному управлению, а он, наверное, все-таки даже шире, чем просто X5. X5 это, ну, во-первых, да, самая большая розничная компания у нас в стране, и поэтому, конечно, это уже только это само по себе интересно и почетно. И если я смогу оказаться там полезным, то это будет прям хорошая история для меня. Надеюсь, что и для них тоже. С точки зрения вот вас, как человека, который столько лет все-таки так или иначе вокруг розничного бизнеса находится, вот что вдохновляет? Да, я чувствую, что старый стал. Ой, слушайте, ну, на самом деле, знаете как... Извините, я перебил. Десятилетие компании все-таки, 20 лет прям когда? Уже было? Сейчас скажу, 24 будет. Уже 24 будет. Через четыре дня. Девяносто восьмого года, да, выпуска? Понятно. Наш сайт девяносто девятого года выпуска, да. Это, кстати, к вопросу о том, что очень многие сети, которые сейчас там, рынок меняется, да, и, соответственно, кто-то когда-то 20-30 лет, начиная бизнес, например, не желая там сильно укропняться, не все же крупные такие стали бизнесы, и не у всех амбиций есть. Это отдельный момент, когда ты это четко понимаешь, у человека есть желание развиваться в конкретном регионы, и когда у него спрашивают про машину, он говорит, зачем? И это тоже, как бы, ответ на... Ну, я просто так к чему? Я к тому, что все равно каждый человек, создающий тот или иной бизнес, он чем-то вдохновляется. На кого-то смотрит, либо сам создает, и таким образом, несмотря ни на какие там авторитеты, просто идет сам. Вот вы, у вас прадигма, как вот, вы чем вдохновляетесь, откуда берете энергию, чтобы дальше двигаться? Мне вообще вот разговоры про то, что надо чем-то вдохновляться или где-то брать энергию, мне они непонятны. То есть, так на отмазку похоже, где же взять энергию, надо не лениться и все будет хорошо. Понятно, что мы стараемся смотреть по сторонам и учиться везде, где только можно. Это же не предмет такого субъективного желания, типа, хочу я развиваться, не хочу. Тут же все просто, мы находимся в рыночной экономике, и если ты не бежишь, да, со всеми, то они просто, то все, значит, убегают вперед, а ты остаешься. Это вечное движение, конкуренция лучше вообще стимул для развития бизнеса, ну и, собственно, для всего. Конкуренция – это такой основной способ стимуляции. И, понимаете, если вы говорите про кого-то, что, ну, кто-то типа, ну, нет амбиции, я, типа, хочу оставаться там маленькой региональной компанией, я бы тоже хотел бы оставаться, может быть, маленькой региональной компанией. Но, понимаете, феномен заключается в том, что розничный бизнес хорошо поддается укропнению. И если не ты будешь укропняться, то будут укропняться солдаты НАТО, да. Да кто-то другой будет укропняться, тебе куда деваться-то. Поэтому, ну да, и ты просто со временем, ты потеряешь актуальность, потому что большие сети могут давать для потребителей дополнительные преимущества. И поэтому если, ну, у нас в рыночном бизнесе ты постоянно каждый день думаешь о том, а как сделать там лучше для покупателя, для потребителя своего, чтобы не утратить свою конкурентоспособность. Это, 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 это обратная сторона от конкуренции. Так как ты понимаешь, что есть много дышит кто там сбоку, спереди и сзади, ну, значит, надо тоже как-то дышать и работать. Тут все просто, ни от каких субъективных желаний тут, по большому счету, не зависит. Есть у тебя энергия, нет, вот есть вдохновение, нет, вот надо бежать. Ну, вот такое интервью получается, я, наверное, уже знаете как, я на самом деле крайне рада тому, что вот тогда, когда у нас там больше пошли онлайн-интервью, и в основном, ну, был период, когда мы там очень много брали интервью онлайн, ну, как-то я не пошла, скажем так, и у меня получилось в итоге с вами лично сегодня пообщаться. Большое спасибо, что смогли выделить столько времени. Дельное удовольствие понимать, что вот сейчас действительно, находясь на вас сам, практически там, ну, еще не самой восточной, но вот практически самая восточная часть нашей страны, разговариваю одним из крупных, ну, как бы представителям крупных игроков, которые самобытные, по-другому мыслят, стараются там не смотреть, может быть, на прямые подсказки, как лучше действовать, и действует, развивается, и, слава богу, более 20 лет успешным образом работает. Это по глупости, да. А? Это по глупости. Ну, знаете, видимо, есть разные практики, и они могут, как говорится, они имеют право на существование, как раз к вопросу о том, опять же, про многообразие, и выбираем свой путь и двигаемся по нему. Спасибо еще раз, рада была с вами поговорить здесь, в сценах вашей компании, и до встречи уже, наверное, на каких-то мероприятиях в дальнейшем, там, у нас на Западе, да. Ома, спасибо еще раз. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Продолжение следует...